Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видео мы снимаем совместно с каналом Лиса Рулит. Тема видео, что можно купить в Германии и России за 1000 евро. На канал Лиса Рулит вы можете подписаться по ссылке сверху. И давайте посмотрим, что мы выбрали для обзора. Это BMW 730 E38. А сегодня мы снимаем совсем необычное видео. В первую очередь потому, что первый раз дистанционно мы делаем это совместно с другим блогером, у которого отличный большой канал. Это канал Дениса Рэма. Он снимает видео о том же самом, то есть об автомобилях, но в Германии. Очень много интересного контента. Посмотрите. Подписаться вы можете по ссылке в описании. А тема сегодняшнего видео. Денис выбирает у себя в Германии автомобиль за 1000 евро. Я делаю то же самое, только здесь, в Москве. Для начала давайте посмотрим, что мы можем выбрать за эту 1000 евро. По нынешнему курсу это 90 тысяч рублей. Смотрите, как я отсортировала на Автору. Можно пользоваться Автору, можно пользоваться Авито, можно пользоваться Дромом. Дром более распространен в регионах. Остальные сайты, по весу своему, они не столь значительны. Как вот эти, которые я назвала. Я просто привыкла пользоваться Автору, иногда пользуюсь Авито. Ну да ладно. Смотрите, я указываю, какие параметры. В данном случае я считаю, что мы должны смотреть машину, любую иномарку. Почему не отечественную? Если сейчас мы начнем говорить об отечественных автомобилях, то мы полностью перейдем только к отечественным машинам. Потому что в основном в бюджете 90 тысяч рублей, конечно же, мы можем приобрести именно их. То есть первое, что мы указываем, это иномарки год от, ну конечно бы хотелось бы года от 2012, тогда я думаю, что вариантов у нас будет ноль. Предлагаю указать от 2000. Получается, что этим машинам будет сколько лет? 16, правильно? То есть 15 лет полных. Брать что-то сильно старше, только если из хорошо знакомых рук. Если вы берете иномарку 20-летнюю, в основном будьте готовы к тому, что вы на нее будете работать и под ней лежать. Дальше мы ставим цену. Цена до... Давайте поставим 95 тысяч рублей с расчетом на то, что мы будем торговаться. Так, смотрите, сортируем наши 200 машин. 201 на самом деле получилось. Первое, что мы видим. 2007 года за 85 тысяч Рено Логан с пробегом 241 тысячи километров. Ребят, это такси, 100%. 2007 года Логан купить за 85 тысяч рублей невозможно. Что это такое? Вы можете подумать, что раз у меня мало денег, может я куплю машину из такси. Нет, нет и еще раз нет. Пошли с полушняком Део Некси. Део Леганза. Цены 35, 47, 50. Некоторые люди указывают, что... Не указывают, что машина битая, поэтому эти машины сюда попадают. Кстати, получается, что толком и правые рули за эти деньги не купишь. Киа Спектра. А, ну блин, тоже битая. Пежо 406 2000 года брать бы не стала. Несмотря на то, что эта машина относительно более-менее нормальная, все-таки с пробегом 200 она не так живуча, чтобы прожить еще хоть какое-то время у вас. Киа Кларус. Смотрите, старые Киа, вот эти вот самые старые, до того, как Киа обновилась и Киа стала реально приличными автомобилями. Старые Киа, вот такие, как Киа Кларус, еще там был целый батальон этих Киа, я не помню. Но вот те старые до того, как Киа стала нормальной машиной. Их тоже брать не нужно, потому что они были, как сейчас, китайцы. То есть они там после пробегов 50 тысяч просто в руках разваливались. Дальше опять у нас Некси, Некси, Матиза, Некси, Некси. Ну что, получается, что пока по всему у нас и вариантов-то нету. Дальше вариант. Фав Джинн. Значит, различного рода чудеса мобили китайского производства за дешево, которые вам предлагаются в огромном количестве сейчас людьми потерпевшими, иначе не скажешь, которые когда-то эту машину зачем-то купили за дорого новой, брать нельзя ни при каком раскладе. Бог бы с ним, если это китаец какой-то более-менее распространенной модели. Но если это факт, черт и что, это вообще не ваш вариант. Дальше. Второй наш вариант, помимо Некси, это Ланос. О нем, я думаю, тоже сегодня я обязательно вам расскажу. Потому что вот сейчас вырисовывается такая картина, что мы выбираем Некси, Ланос, которые вполне доступны в этом бюджете. Сейчас мы уже дошли до бюджета в 70 тысяч. Форд Контур. Бывают некоторые европейские автомобили, которые выглядят заманчиво. Потому что, конечно, по качеству всего, и в первую очередь вашего ощущения от езды, вашего ощущения от салона внутри, этот автомобиль будет приятнее. Но, к сожалению, здесь ситуация с запчастями приблизительно такая же, как с китайцами. Вы этих запчастей не найдете. Будет очень тяжело содержать и обслуживать эту машину. Поэтому тоже вот такие экзотические варианты даже европейских автомобилей не рекомендую. Хатфи Брио туда же в китайскую корзину. Дальше листаем, листаем. Попадаем на несколько Рено Клио. Машина неплохая, но достаточно дорогая в обслуживании. Дорогие запчасти. И по этой причине Клио в хорошем состоянии в нашем бюджете, к сожалению, мы не возьмем. Дальше стали примешиваться у нас немножко Ланос и Ланос и Ланос. То есть у нас сейчас основная масса. Некси и Ланос иногда попадаются в мальтизмы. И дальше Некси, 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 Некси. И немножко Ланосов, 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 Ланосов. Ну, ребят, в общем, у нас приходим к выводу, что у нас варианты либо сейчас мы поедем, посмотрим и расскажем про Некси и про Ланос. Вот это то, что реально купить в нашем бюджете сегодня и то, что не будет критически выносить вам мозг. Я уверена, сейчас у многих внутри кипит негодование, а как же так, а как же так, а как же пятерки BMW какого-нибудь 98 года, как же Audi бочки 93 и так далее и тому подобное. Почему, в отличие от Дениса Рэма, мы не можем рассмотреть старые европейские машины? Потому что в этом бюджете мы можем посмотреть машины, ну, 25-30 летней давности. То есть, отнимая от сегодняшнего момента, это 90-е года. Начало 90-х, середина 90-х. В те времена вы, возможно, еще не жили, потому что аудитория у Ютьюба достаточно молодая. Я жила. Да, я была мала, но я хорошо помню эти времена, и автомобилями я увлекалась просто вот совершенно с детского возраста. И тогда у нас понятие иномарка, обслужить иномарку, поддерживать иномарку в хорошем состоянии вообще не было. Иномарок у людей практически не было, мастеров по ним не было. Дальше, когда иномарки стали заходить, это стали приезжать к нам машины из Америки и из Штатов. В основном в плачевном состоянии. То есть, их ресурс уже был печален. И здесь люди как-то там мыкались, как-то они их обслуживали, откуда-то запчасти заказывали. Совершенно не имея культуры обслуживания вот тех автомобилей. Те автомобили по сравнению с современным иностранным автопромом были в десятки раз надежнее. Но тем не менее, у нас в стране купить семерку BMW от одного, от двух, от трех хозяев в хорошем состоянии практически невозможно. Это очень редкий вариант. Поэтому глупость вы и без меня сделаете, как я люблю говорить. Я же стараюсь вам рекомендовать ситуации, когда вы не влетите на ремонт, который будет в разы дороже, чем стоимость вашего автомобиля. Поэтому сейчас мы и поедем смотреть Nexi и Lanos. Ну что я вам могу сказать? Chevrolet Lanos, он же за шанс. Хорошим в этом бюджете, к сожалению, не будет. Он будет похуже, чем Nexi. Но это в среднем, я вам говорю. Почему? Потому что изначально Lanos будет новее, они в основном на вторичном рынке, представлены от 2008 года. Позвонила я по одному из объявлений, поехала снимать. Кстати, к чести салонов, которые позвонила. Даже скажу название, это Hermes. Мы тут сняли этот автомобиль для Автоплюса. Позвонила, говорю, ну что, как состояние-то за 110 тысяч рублей? Не, во-первых, спросила, за 100 отдадите, сказали, по телефону не торгуются. Но думаю, что отдадут. Как состояние? И вот они честно сказали. Елена, они спросили, как меня зовут. Состояние не очень. Не сказали, что прям вот конченый там и так далее. Но он по состоянию на свои 182 тысячи. Вот давайте посмотрим, что можно купить, если это Lanos. Чуть не сказала Lancer. Lancer нет, невозможно купить за 90 тысяч рублей. Во-первых, все это чудо будет ржавым. Вот здесь вот человек обклеил черным скотчем для того, чтобы чуть-чуть прикрыть ржавчину. Но прикрыть ее уже невозможно, потому что в некоторых местах она просто до дыр. До дыр. Это вот что касается кузова. Потом известная по Lanos'у проблема. Ой, у меня ключи там. Сейчас, секунду, сбегаю за ними. У нее салон подтекает, у него, у Lanos'а. И подтекает багажник. То есть в багажнике, когда Lanos смотрите, обычно поднимите. Тут, видите, вон лужа. И повсюду. И даже сыростью воняет. И вот здесь еще как бы более-менее. То есть он подтекает, но там хотя бы все в каком-то живом состоянии сохранилось. А бывает, что откроешь, там под ковриком такое вонь, плесень. Еще если там грязь была, там бывает грязь, а на ней уже мох такой, растительность какая-то появилась. Но это, конечно, жесть, потому что, несмотря на то, что багажник здесь отделен, там запах такой, что туда не положишь ничего. Толком ничего нормального там не перевезешь. Ну и вообще как бы неприятно, что у вас там в багажнике сад цветущий. По салону, плюс, лучше впереди покажем, плюс Lanos'а в том, что он имеет такую обивку. Олежек, покажи, пожалуйста. Что она какая-то вообще неубиваемая. То есть у машины 180 тысяч пробега, там руль в лысых дырок. Как человек сверху там оплетку намотал, для того, чтобы хоть как-то скрыть вообще состояние этого автомобиля. А сидения, ну не то чтобы как новые, но более-менее приемлемые. Естественно, из консоли вываливаются кнопочки. Это тоже стандартная Lanos'овская история. Естественно, растрескался воздуховод. Это часто бывает. Вот эта вот штука, заслонка переключения потоков воздуха, то есть от забора снаружи и закрытого, замкнутого цикла. Она тоже зачастую остается в руке, но здесь она цела. Кстати, более-менее машина для 180 тысяч выжила. Вот, но плюсы глобальные. Это хорошая пятиступенчатая механика. Она неубиваемая, ну условно неубиваемая. Сцепление не очень у них живучее. Раз 30-50 его нужно менять. Ну чего, кулиса, кулиса расшатывается, регулировку требует у КПП регулярно. Но это как бы по мелочи. Здесь мотор 1.5, господи, 186 лошадиных сил. Он хорош сам по себе, своей надежностью. Стандартно прокладка ГБЦ дарит масло. Стандартно раз в 60 необходима замена ремня ГРМ с натяжителем. И, ну, конечно, раз хотя бы в 15 тысяч масло меняйте. Ремень, кстати, здесь лучше, реже чем в 60 не менять. Потому что ремень такой хреновастенький. И он здесь склонен к порыву. Вот, поэтому обязательно ремень с натяжителем раз в 60 не экономьте, меняйте. Еще проблема этих машин, что на них ездят дикие экономы. Они заправляются фиг знает где на самых дешевых заправках. В итоге засоряется там все на свете. Но силовой агрегат настолько выносливый, что он более-менее жив. Но, скорее всего, купите. И не скорее всего, а, возможно, купите и пристроитесь на бензонасос. Как это работает? Ключ поворачиваете. Машина крутит, не заводится. Слушайте бензонасос. Жужжит? Жужжит. Значит, еще более-менее жив, хотя бы не сгорел. Достаете, достаете сеточку. Сама дело так не раз, правда, у Nexia. Сеточку продуваем, продуваем, ставим обратно, бензонасос обратно засовываем. Это несложно вообще. И после этого еще некоторое время он ходит. Но он все равно скоро сгорит, будьте готовы. Благо, все запчасти здесь стоят очень дешево. Вообще, можно за копейки обслуживать эту машину, если искать поддержанные запчасти. Ну, то есть, это хороший вариант в случае, если денег мало, но ездить надо. Там, например, вы таксуете на ней, или вы начинающий водитель. Вот я люблю такие машины за то, что они очень простые, ремонтопригодные. На самом деле, все, что я сказала по простоте ремонтопригодности и дешевизне в обслуживании, касается и Nexia тоже. Благодаря моей подписчице, девушке Тане, мы для съемок нашли совершенно уникальный автомобиль. Даже не поверите, вот этой машине реально 11 лет. Она была, по сути, в одних руках, то есть, в одной семье. Покупала мама, передавала родственникам. И сейчас Таня ездит на этой машине сама. Таня девушка молодая, просто сниматься не захотела. У машины реальный пробег 86, Таня? 89 тысяч километров. Подтвержденные абсолютно, потому что своими руками эта семья покупала эту машину в автосалоне. Помимо того, что у этой машины подтвержденный маленький пробег, у нее совершенно удивительное состояние по кузову. Основная болезнь Deo в том, что они ржавеют. Причем не просто ржавеют, а ржавеют аж насквозь до дыр. И найти 10-11-летнюю машину с бюджетом даже 100 тысяч рублей, не проржавевшую, это большая, большая удача. Сейчас я вам покажу, как должна выглядеть 11-летняя Deo Nexia. Вот она, та ржавчина до дыр, о которой я вам говорила. К сожалению, дело даже не в том, что собственник за этой машиной следил плохо, а следил он, очевидно, плохо. А в том, что таково качество металла у этих узбекских коней. В основном, они все такие в этом бюджете. Большая редкость найти что-то лучшее. На самом деле, вот эта машина, конечно, постарше, потому что у нее на багажнике нет молдингов. В 2002 году пошли 16-клапанные моторы, как у этой машины, и появился, ну, в том числе, среди некоторых изменений по эстетике и по интерьеру, появился вот такой вот, вот такая декоративная накладка, молдинг на багажник. И вот эта машина, она, конечно же, 1000 евро не стоит. То есть, даже если хозяин будет хотеть за нее эти деньги, я думаю, он ее продаст из-за 60-65, по крайней мере, в том виде, в котором она есть. Ну, от арок осталась одна требуха, по сути, не осталось ничего. И в дверях есть просто дыры, в которые можно пальчики легко просунуть. И это лишь проблемы по кузову. Я думаю, что есть целый ряд еще проблем, судя по тому, как машину пытались вот здесь вот шпаклевать самостоятельно. Я думаю, ее пытались обслуживать самостоятельно, но в силу неумения или нежелания или отсутствия денег вышло это не очень. Вот, посмотрите, как это выглядит в запущенном варианте, если купить машину и лет 10-12 вообще ничего не делать. Если речь идет о Деун, и о Нексии, и о Матизии, и о уже давно почившей Эспера. И где-то у меня на канале в старых видео, года, мне кажется, полтора назад, если не больше, я снимала урок, можно так сказать, о том, каким образом можно самостоятельно сделать пороги. Я помню, что тогда в комментариях было много критики, тогда у меня еще было время читать комментарии. Критики о том, что я учу перекупов, как путем трех рублей и выходных одних сделать для несчастных покупателей видимость того, что на машине нет ржавчины. Но я на то и есть, я вам и говорю на то, куда смотреть, потому что таким образом, нехитрым, как я учила, особо ржавчину хорошо не сделаешь. Но когда человек покупает подобный автомобиль за 100 тысяч рублей, 90 тысяч рублей, иди покажи, Тарасик, как на капоте, тут красота какая. Как выразился Тарас, его кто-то грыз. Так вот, когда человек покупает машину за 90 тысяч рублей, он делает это не от большого количества денег, и ему, как вы понимаете, не до жиру. Если бы у него было 1020 на то, чтобы купить новые кузовные элементы для Nexi, а именно столько, все по кругу они будут стоить, приблизительно, поддержанные, он бы, наверное, это сделал. Поэтому мои советы для того, кто не хочет ездить вот так. И именно для этих людей я рассказывала о том, как можно запенить и самостоятельно сделать двери. Но вынуждена оговориться о том, что это до первой зимы. То есть вы делаете, например, это весной, вы ездите до осени, скорее всего, ничего не отвалится. В середине зимы все повылазит. В следующей весне вам нужно будет делать все то же самое. Ну, то же самое вы снова можете проделать самостоятельно путем буквально трехрублевых затрат. И главное, что сами, своими ручками в своем гараже полюбите свою машинку. А сейчас я покажу, как выглядит проступающая ржавчина. Таня, она с той стороны, да? С этой стороны. С этой, да? Проступающая ржавчина, которую Таня уже делала. Вот, смотрите. Когда ржавчина только началась, они ее зашпаклевали и покрасили. Но, как я и говорила, Nexia такая машина, у которой это больное место. Соответственно, вот эта ржавчина снова вылазит. Ну, за сим предлагаю на ржавчине остановиться. Все с ней понятно. Она есть. Машина гниет. У этой машины все еще более-менее относительно хорошо. Даже не более-менее, на редкость хорошо для такого почтенного возраста. Как я уже говорила, в 2002 году произошел рестайлинг и появился именно вот такой, как здесь стоит, 16-клапанный силовой агрегат. Но я бы в нашем бюджете, о котором мы говорим, предпочла бы мотор более простой, вот тот вот старый, опелевский, полуторалитровый, 75 лошадиных сил, этот 85 лошадей. Этот мотор, конечно, посложнее и немного покапризнее. И, да и, если честно, в том бюджете, который у нас есть, мы в этот мотор не уложимся. Я уже вижу, что эта машина слишком хороша для нашего бюджета. Но, тем не менее, в общем и целом, я вам о Nexia на примере этого автомобиля дам представление. Так вот, если говорить о том моторе, который у нас за наши деньги может быть. Основное. Открываете весь мотор в соплях. Почему? Прокладка ГБЦ давит масло. Ничего страшного в этом нет. Это не влияет ни на жизнеспособность силового агрегата, ни, в общем-то, не влияет на уровень масла. То есть, подтеки столь минимальны, что это, скорее, эстетическая проблема, нежели проблема техническая. Поэтому, меняем прокладку ГБЦ на ланосовскую, и течи становится меньше. И она просто живет элементарно дольше. По мотору, что нужно знать? Это ременный мотор. Привод газораспределительного механизма осуществляется ремнем. Соответственно, ремень нужно менять раз в 60 тысяч, вместе с натяжителем. Ни в коем случае на этом не экономить. Он стоит не так уж дорого. Будете экономить, можете прийти к плачевному результату после порыва ремня. Также открываете заливную горловину. Под ней видите распредвал. И если там вы видите, что не как у этого автомобиля, а как у какого-то другого, масло черное, как гуталин, это будет означать, что владельцем автомобиля был хренов эконом. И такая машина вам не нужна. Потому что даже при всей моей любви к этим моторам, масло в них нужно менять раз в 10 тысяч. Опять же, не обязательно использовать масло самое дорогое, но если сначала лили синтетику, что хорошо, лейте синтетику. Если мотор старый, можно перейти на полусинтетику, у которой вязкость не столь велика. По проводам. Будьте готовы к тому, что раз в 30-40, максимум 50 тысяч, вы будете менять здесь высоковольтные провода. Тоже они не аховых денег стоят, поэтому без них, не меняя их, скорее всего, не получится, потому что у вас машина будет чихать, кашлять и чувствовать себя не самым лучшим образом. И последнее, что стоит сказать, глядя под капот, это то, что радиатор у Nexie очень так себе. Причем и основной радиатор охлаждения, и радиатор кондиционера. Основной радиатор подгнивает периодически раз, наверное, года в 2-3. Да? Раз... Так вы тоже меняли. Ну, в общем, по моему опыту, раз в 2-3 года радиатор просто приходит в угарнейшее состояние. Его нужно менять на новый, хорош его латать, в какой-то момент закипите просто. Ну, и что касается кондиционера, компрессор кондиционера здесь полная фигня. Он где-то раз в 2 года выходит из строя. И, скорее всего, когда вы машину будете покупать, если вы будете покупать комплектацию GLE или GL плюс кондей, вам будет собственник вешать на уши, что нужно просто фреончику заправить. Фреон – это вещество очень летучее. Если система не герметична, фреон уходит. Если система герметична, фреон никуда не уходит. Эффективность кондиционера с годами, безусловно, снижается. Но Nexii это в основном не касается, потому что у них раньше фреон улетучивается, нежели снижается эффективность кондиционера. Короче, скорее всего, пристроитесь на ремонт кондиционера. И раньше это стоило 200 долларов. Это я прям отчетливо помню. Сколько сейчас – не знаю, не узнавала. По подвеске основная проблема – это задние пружины. Они подламываются, если вы часто ездите с задними пассажирами, либо если вы часто ездите с груженной машиной. Народ часто вообще ничего не делает. Но подламывается и подламывается. Так и ездят. В принципе, можно забить. Но лучше не забивать. И суппорта. Подклинивает очень часто. Решается это как? Ну, на самом деле, не как. Замены. И замены лучше на ланосовские, которые ходят дольше. Только здесь колеса какие? 13-е, скорее всего, да? 14-е, 14-е. Вот ланосовские суппорта, они идут, насколько я помню, на 13-е колеса. Мне так кажется. Еще из неприятных нюансов, которые вы, скорее всего, увидите, когда будете выбирать Nexia в нашем бюджете, вот здесь, видите, дверь идеальная. Сейчас вторую посмотрим. Вот здесь вот двери тоже очень хорошие. Они не провисают. А, скорее всего, машины, которые только нужно чуть-чуть смазать, потому что она тяжело ходит. Скорее всего, машины, которые вы будете рассматривать к покупке в бюджете 90-100 тысяч, то есть 1000 евро на наши деньги, будут с провисшими дверями. Чего с петлями не делаешь, вот все равно там их и переваривают, все равно вот рано или поздно двери провисают. К сожалению, с этим приходится смириться. Правда, вот не у всех в автомобиле. Некоторым собственникам, видите, хорошо следят. Машина, видимо, любит их. Двери не провисают. Замки. Замки здесь отдельная песня, они плохие. Скорее всего, в вашем случае они уже все подзаклинившие и не будут работать. В нашем случае при выборе такой машины. Ну, они стоят не так уж и дорого. Меняется личинка. Я помню, что мы с папой вытаскивали, когда мы Nexia торговали, мы вытаскивали, разбирали, смазывали, ставили. И в большинстве случаев это прокатывало. Но я Nexia люблю, вот знаете, за что? За ремонтопригодность. За то, что эта машина идеальнейший экземпляр для человека, который только начинает водить, только учится. На этом автомобиле вы можете научиться вообще хоть что-то понимать в машинах для себя. И это, конечно, круто. Понимать что-то в машинах нужно. Я понимаю именно от того, что девятку мы делали с папой самостоятельно и что моя торговля автомобилями началась именно с Nexia. Так, что касается коробки передач. Скажу вам коротко. Коробка передач долгоживущая. Только, пожалуйста, меняйте в ней масло периодически. Иначе у вас будет все тяжелее и тяжелее ходить рычаг. Иначе у вас будет что? Иначе у вас будет... Гудеть она начнет. Вот что будет. Вспомнила. И кулиса здесь со временем расшатывается. Просто требует регулировки. Чуть не забыла вам сказать про периодически прогорающие глушители. Про то, что родовая болезнь Nexia, помимо ржавеющих дверей и порогов, это ржавеющие вот эти вот привода стеклоочистителей. Кстати, очень легко их делать самостоятельно. Чуть-чуть зачистили и черной красочкой из баллончика... Вот здесь газетку постелили, черной красочкой из баллончика прошлись. И все, они как новые. Кстати, я вижу, вы тут так делали, что ли, да? А, меняли прям целиком? Ну, потому что они очень хорошие, хорошо выглядят. Вот, вот так можно эстетически просто сделать таким образом, чтобы они не выглядели, как вот у той Nexia. Потому что прям вот на машину смотришь, и уже все, душа не радуется. Ну что, друзья мои, за 1000 евро мы с вами Deo Nexia, конечно же, купим. Она будет, безусловно, 100% значительно хуже, чем Танина машина по состоянию. Потому что, ну, Танина машина уникальна. Таких практически не бывает. Я ее сегодня увидела и от счастья чуть не расплакалась, как вообще люди умеют свою машину поддерживать. Когда мы с вами будем выбирать машину за 1000 евро, если говорить серьезно, то столкнемся мы в первую очередь со скрученным пробегом. Потому что скручиваются пробеги у Nexia очень-очень просто. Не буду показывать вам как, но поверьте, это вопрос 10 минут. Можно поставить любой пробег. Вот на это и смотрите внимательно. Но, безусловным плюсом этого автомобиля является живучесть основных агрегатов и мотора, и коробки. Если уж выбирать, как я уже сказала, лучше мотор все-таки поищите. Вот обычный, вот тот 8-клапанный, не 16-клапанный. 16-клапанный чуть более капризный. Это должна быть действительно ухоженная, хорошая машина. В остальном же, что я вам могу сказать, но не в Германии мы живем. К сожалению, кроме Nexia, так если честно, я даже Ланос вам в этом бюджете рекомендовать не могу. Ланос будет значительно хуже, хотя по многим агрегатам и по многим проблемным местам, как вы, может быть, поняли из моего рассказа, эти машины очень похожи. Силовые агрегаты у них просто, вот, ставишь, адын в адын. Вот, поэтому, если хотите покупать такую машину, ищите внимательно, смотрите в первую очередь на пробег, смотрите на то, чтобы кузов не был сделан вот таким вот образом подшаманивания, о котором я вам рассказывала, потому что таким образом стоит делать только для себя, а не на продажу, на продажу, ну, это называется людей обманывать. И плюс в том, что эти машины, ну, в единичных случаях встречаются криминальные. Это не криминальный, особо неугоняемый автомобиль, потому что на перебивку номеров он нафиг никому не нужен, это смешно. Что касается запчастей на разборку, тоже нафиг не нужен, потому что запчасти стоят очень дешево. Ремонтопригодная, дешевая в обслуживании, недорогая в изначальной покупке, именно поэтому я выбрала этот вариант в бюджете 1000 евро. А теперь переходите на канал Дениса Рэма, чтобы увидеть, что он там у себя в Германии приобрел за 1000 евро.